Эдвард Смол представляет Композитор Эдвард Уорт Оператор Джордж Робинсон Режиссер Роланд Ли 1865 год Окруженная более сильными и грозными соседями, Лихтенбург – крошечное, но гордое государство, известное как Жемчужный Балкан. По-прежнему, почитая древние традиции рыцарства, его народ сохраняет непоколебимую лояльность трону, на котором сейчас сидит молодая великая герцогиня Зона, правящая в зловещей тени генерала Гурка Ланана. Дворцовая тюрьма Отзиратель! Уильяма Глюка, выводи! Есть, полковник! Выходи, Глюк! Вам так не терпелось посадить меня? Глюк, генерал Ланан намерен проявить милосердие в обмен на информацию. Какое милосердие можно ждать от Гурка Ланана? Если ценишь свою жизнь, сообщи нам имена сообщников. Я не так высоко ее ценю. Значит, ты совершил ошибку, выстрелив в меня сегодня. Ошибкой было промахнуться. Ты хуже, чем террорист. Ты дурак. Так ваши сограждане думают о вас, полковник Зиммерман. За то, что спасли Гурка жизнь три года назад, в то время как Лихтенбург мог спасти такой дурак, как я. Я сегодня промахнулся, потому что был слишком далеко, но сейчас... Стойте! Отпустить. Это вторая твоя ошибка, Глюк. Такие как-то не понимают, что я управляю всеми вами, потому что могу справиться с каждым по отдельности. Мне сказали, что ты кузнец. И горжусь этим. Хорошо. А я сын каменщика. И тоже этим горжусь. Зиммерман, ни при каких обстоятельствах не вмешивайтесь. Слушаюсь. Вот теперь можете его повесить. Охрана, стройся. Передай карету, ее высочество готово. Хорошо, барон. Мы готовы. Вы все взяли? Деньги, паспорта? Все. Мы на время прячем вас от опасности. Я знаю, не волнуйтесь из-за меня. Генерал Ланнел ничего не заподозрит. Я каждый день езжу на прогулку в пять часов. Да, но сегодня вы едете в Париж. Если с вами что-то случится, я себя никогда не прощу. Мы с вами знаем, что наша последняя надежда лично обратится за помощью к французам. Генерал Ланнел уже несколько недель наблюдает за каждым вашим шагом. Значит, ехать должна я. Я думала, что мы это уже решили. Это письмо Луи Наполеону о положении в Лихтенбурге и прошении об интервенции. Если оно попадет в чужие руки, это будет смерть и подобное. Постараюсь этого не допустить. Если вы так посмотрите на Луи Наполеона, вы вернетесь с армией. Решение нашей проблемы лежит в интервенции. и французских войск. Великая герцогиня Зона, передавшая это письмо, полностью поддерживает этот образ действия. Молодец, Стат. Она делает вид, что поехала на прогулку, но она намерена ехать дальше, через границу, в Париж. Ее королевское высочество только что выехало из дворца. Можешь идти, Стат. Молодец. Спасибо. Остановить ее? Трудно поверить, что премьер-министр обвинит себя в измене в письменном виде. Арестовать его? Терпение, Зиммерман. Терпение – великая вещь. Да. Когда ловишь мышей, относись к ним, как к мышам. Но фон Ньюхов – лев, а лев в мышеловку не попадется. Но… Избена. Свалят даже льва. Да. Открой, Стат. Прекрасный день для прогулки, барон. Ваше расставание с королевским высочеством было, наверное, очень трогательным. Не понимаю, как вы могли отправить неопытную молодую девушку в путешествие в другую страну с таким опасным письмом, написанным вашей рукой. Как видите, моя система шпионов работает хорошо. Что вы имеете в виду? Когда премьер-министр устраивает заговор с целью ввести иностранные войска против своего народа, это называется «измена». И это карается смертью. Я только что отдал приказ вернуть ее высочество, а вместе с ней – доказательство вашей измены. Вы не посмеете. Вы хотели сказать, я не посмею дать ее королевскому высочеству уехать из Лихтенбурга? Не говоря о моих личных чувствах, зона Лихтенбургская является символом власти, существовавшей в этой стране 20 поколений. И я намерен широко использовать этот символ в моих отношениях с народом. До этого момента ваше влияние мешало лучшему пониманию между мной и ее королевским высочеством. Жаль, что ваша блестящая карьера подходит к концу, мой барон. Зиммерман. Да. Барон до суда будет содержаться в тюрьме. Охрана. Печь 15 километров, Лихтенбург 10. Я впервые спокойно вздохнула после того, как мы выехали из дворца. Мне казалось, что каждый солдат смотрит мне в затылок. Я вздохну спокойно только, когда мы переедем границу в печи. Бедный барон. Что будет, когда генерал Ланнан узнает, что мы уехали? Думаю о том, что случилось бы, если бы мы не уехали. Становится прохладно. За нами гонятся. Кто? Гвардейцы Ланнана. Макс, быстрее. Она нас увидела. Гвардейцы Ланнана. Гвардейцы Ланнана. Гвардейцы Ланнана. Руководник. Быстрее, Макс. Графиня, не ушиблись? А её высочество? Не беспокойся о нас, догони лошадей Извините, мои собаки вас испугали Негодяй, бедняжка моя Уверяю, это произошло случайно Вы случайно натравили на нас собак? Я могу помочь Вы можете быстро нас довезти до печи Но не в вашей карете Забудьте о карете, везите нас быстрее Это так же легко, как... Что? Вот это Кажется, вы спешили Да Фитц, знаешь дорогу через лес? Да, в эту сторону Держитесь Что случилось? Не знаю, они были здесь Когда мы побежали за лошадьми, арестуйте их Лейтенант Возьмите людей и обыщите лесу дороги Остальные за мной Они не могли уйти далеко Вперед В спешке я забыл спросить Кто вы такая? Да, глупо, не так ли? Не хочу быть негодяем, разбившим вашу карету Я граф Монте-Кристо Мисс Фаффендоп Разрешите вам представить графа Монте-Кристо? Простите Фаффендоп Зона Фаффендоп Мисс Фаффендоп Необычно А мы можем ехать быстрее? Конечно Держитесь Золотой орел Вот После долгих усилий Я, Геркулес-Снайдер Нашел вам единственную карету в пяче Конечно, лошади не самые лучшие, но... Они могут идти? Конечно Этого достаточно Главное, поставить их в направлении Парижа Сегодня? Конечно Но уже темно Да что вы говорите? Ночью обычно так бывает Париж в другой стране Вы смотрите назад В Лихтенбург Я знаю Я думала о самой прекрасной стране в мире А вы долго пробудете в печь? Нет Еду в Лихтенбург по делу Но сегодня, примерно в пять часов, эта поездка стала удовольствием Я уверен, вы не смогли найти карету Вы правы, кареты нет Но мы должны ее найти Нет, карета Это плохо Но все-таки она у вас будет Я послал за своей Вы мне не назвали все в своей поездке, но, наверное, это что-то срочное И будет справедливо, если я вам отдам свою карету Кроме того, молодой девушке небезопасно путешествовать одной Все может случиться Вы правы Вы уверены, что готовы выехать рано? Конечно Лошади и я будем ждать вас на рассвете На рассвете? Вам для одного дня достаточно впечатлений Вы нас извините, не так ли? Спокойной Вам ночи Да Спокойной ночи Спокойной Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи, мисс Паффендорф Что ты делаешь? Мы уезжаем отсюда Я нашла карету Она ждет нас внизу Так ты ему? Солгала Конечно Только так можно от него избавиться Его желание помочь людям в беде навлечет еще большую беду Но он такой любезный Мне неприятно обманывать его Зона 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 Фаффендорф Это можно изменить И до Парижа далеко Солдаты Из Лихтенбурга Смотри, чтобы никто не вышел На улице карета Для кого? Здесь не Лихтенбург Я не знаю, как вы перешли границу Но вы не имеете права задавать мне вопросы Кого ждет карета? Двух дам Гостей Важные дамы Их карета разбилась Где дамы? В гостиной Там Наверху Ваше высочество Как вы смеете вламываться сюда? Мне приказано доставить вас обратно в Лихтенбург Мне также приказано взять отправленное письмо, которое вы везете императору Франции Я исполняю приказ Письмо, пожалуйста Ее королевское высочество сказал, что она вам не подвластна Вы кто? Мой друг меня представит Прошу вас, не надо Не волнуйтесь Мой отец был лучшим фехтовальщиком во Франции Мой отец был лучшим фехтовальщиком во Франции Если бы я, Геркулес Снайдер, был на 20 лет моложе, целая лихтенбургская армия не смогла бы увезти ее отсюда. Что это за страна, где простые солдаты смеют прикасаться к своей королеве? Судя по тому, что я слышал, в Лихтенбурге дни так же темны, как и ночи. Бедная великая герцогиня. Корона, очень тяжелая ноша для такой юной головы. И такой красивой. Вы заслуживаете похвалы. Вы были так храбры, что эти бандиты не смогли вас одолеть. Вы хорошо себя чувствуете? Ну, ну что вы, бедняга. Бедняга. Фаффин. Фаффин. Фаффин Допф. Беги скорее за доктором. Он тронулся умом. Нет, не надо врача. Приготовьте карету. Мое дело в Лихтенбурге срочнее, чем я думал. Фон Ньюхов признан виновным в измене. Фон Ньюхов будет казнен. Зона, дорогая, ты целый час ходишь туда-сюда. Его признали виновным. Заклеймили как предателя, преступника. Он виновен только в том, что был моим другом. Мне он был больше, чем хозяин. Он был моим другом. Я бы за него жизнь отдал. Я понимаю твои чувства. Ты один из немногих, кому он доверял. Наверное, у вашего высочества есть план спасения. Мы должны его спасти. Как они могут печатать такую ложь? Потому что это написал Гурка Ланнен. Вы, Дистат, и вы, графиня. Мэйросси, по случаю вашего благополучного возвращения. Я приказываю немедленно освободить барона Фон Ньюхова. Обычно ваше желание для меня приказ. Но Фон Ньюхов должен умереть. Я понимаю ваше горе. Вы думаете о его преданности вам. Но я должен думать о его опасности для меня. Я считаю, что это убийство. Но то же самое случилось с Цезарем. Луи 16. Это не называли убийством. Это называли патриотизмом. Если барон Фон Ньюхов виновен, я тоже. Арестуйте меня. Вас? Немыслимо. Тогда мне больше нечего вам сказать. А у меня есть что сказать вам. То, что я хотел сказать уже три года. Разница между мной и остальными мужчинами в том, что я осмелился исполнить свои мечты. Я мечтал стать хозяином Лихтенбурга. Я им стал. Но у меня есть другие мечты. Более личные. Некоторые мужчины рождены под звездой. Моя заветная мечта разделить эту звезду с вами. Что вы предлагаете, генерал? Вы догадались, что я предлагаю вам выйти за меня замуж. Замуж? За вас? Лжеца и убийцу? Продолжайте, мадам. Просто людина. Моя крестьянская кровь течет из почвы с широким и мощным потоком. История доказывает, что голубая кровь становится лучше, когда смешивается с красной. И я лучше другого мужчины умею ценить вас, Зона. Вы королева, но вы также женщина. Вместе мы сможем построить великий Лихтендорг и передать его славу детям. Вы хотите сказать, что любите меня, генерал? Я давно хотел это сказать. Даже если вы смотрите сквозь меня. Я часто думаю, что вы видите, когда смотрите. Человека, ради уничтожения которого я бы отдала жизнь. Уходите. Понимаю. Аристократка говорит с крестьянином. Всего доброго, Ваше Высочество. Обвинение против фон Ньюхоффа ложь. Эта газета выходит уже несколько месяцев. Кто-то из вас должен знать, кто ее печатает. Приказываю обыскать каждый дом в этом городе. Пока не найдете этот станок. Я знаю, кто это сделал. Кто? Кто? Я отведу. Веди. Охрана. Вон там. В этом доме. Ломайте. Вывернуть все наизнанку. Где станок? Я не знаю. Где он? Не знаю. Он в подвале. Арестовать. Шлосс, Тайгер, за мной. Спокойно, Ганс. На выход. Значит, это ты печатаешь. Используя магазин как прикрытие для типографии. Я три месяца тебя искал. Ты знаешь, какое наказание тебя ждет за выпуск газеты без санкций правительства? Да. Но обвинение против фон Ньюхоффа ложь. Есть вещи, которые даже веревка не может задушить. Уведите. И разломайте тут все. Стойте. Это безобразие. Приказы в Лихтенбурге отдает генерал Ланнен. Но это тирания. Арестуйте его. Остановите. Тысячу крон тому, кто его поймает. Сюда. Посмотрите там. А вы со мной. Сюда. Но это же наш магазин. Я знаю. Где подвал? Здесь. Здесь. Что они сделали? Я отплачу им за это. Почему вы решили вернуться сюда? Здесь они не подумают нас искать. Спасибо, что помогли. Но не надо было этого делать. Они вас выследят и убьют. А вас? Я привык к тому, что меня ищут. Они нас пытались поймать несколько месяцев. Залезть сюда было просто. Как же теперь выбраться? Есть выход. Здесь. Мы отправляем так газеты. Почему вы не сбежали? Мы не могли этого сделать. Эти ступеньки ведут к друзьям. Мы бы тогда выдали их. Здесь было кладбище. Оно и сейчас. Здесь. Это кто? Он спас мне жизнь. Господа. Печатай. Станок уничтожен. Мой отец арестован. Со мной было бы то же самое, если бы не он. Ганс. Хорошо, что ты сбежал. Я видел, что вы сделали, сэр. Этого достаточно, чтобы принять вас здесь. Я видел, что вы сделали. Этого достаточно, чтобы понять, почему вы здесь. Я Фрис Доннер, лейтенант гвардии. Лейтенант Шульц. Лейтенант? Я Эдмон Дантес. Иногда меня называют граф Монте-Кристо. Монте-Кристо? Молодой Монте-Кристо? Богатейший человек в Европе. Живая легенда. Прямо передо мной. Мы вдвойне вам рады. Спасибо за то, что вы сделали. Послушайте. Нам нанесли второй удар. Смертельный удар. Гурко отдал Зиммерману секретный приказ казнить барона фон Ньюхоффа сегодня в полночь. С его смертью умрет все, что есть хорошего в Лихтенбурге. Фон Ньюхофф? Да, это его изображение. Куда ты? Глюк промахнулся, я не промахнусь. Убийство Гурко не ответ. Я мог это сделать давно. Мы могли убить то, что символизирует Гурко, правильно? У вас, наверное, сложилось высокое мнение о нашей стране. Вас встречают в гробнице с новостью, что лучший человек этой страны должен быть казнен, а великая герцогиня пленница в собственном дворце. Пленница? Что вы намерены предпринять? Легче сказать, чем сделать. Зона беспомощна, без поддержки и совета фон Ньюхоффа. Чтобы спасти ее, мы сначала должны спасти фон Ньюхоффа. Фон Ньюхофф в дворцовой тюрьме, под охраной. Не может пожилой человек голыми руками прорыть путь на свободу. Есть шанс. Но почти безнадежный. Мы ухватимся за любой. Вы не сможете мне помочь. Мне нужна помощь во дворце. Человека, вне подозрения, гурка. Мне стало стыдно за себя. Я не заметил очевидной вещи. Вы правы. Фон Ньюхоффа можно спасти, только находясь во дворце. Может, именно я и есть нужный вам человек. Вы? Но как вы сможете попасть в дворец, используя банковский чек в 25 тысяч франков, как визитную карточку? Деньги открывают двери и покрепче. Я приехал, поскольку генерал Ланнен обратился за судой в банк Монте-Кристо. Судой? Да. Я только что решил выделить ее. Господа, я считаю своей привилегией помочь вам доказать, что факел свободы трудно погасить. Хотите сказать, что вы с нами? Душой я был с вами, как только оказался в этой стране. Генерал, как хорошо, что вы меня приняли. Жуткий бизнес, это банковское дело. Вы совершенно другой человек. Надеюсь, это не навсегда. Я рад, что догадался купить эти очки по пути из гостиницы. Они последний штрих к совершенству. Мне так не хочется этого делать. Я пойму, если вы передумали. Я думал не об этом. Я думал о ее высочестве. После нашей встречи в печи она меня, наверное, считает дураком. А теперь я должен заставить ее считать мне еще большим дураком. Я не могу показать ей себя таким, как мне хотелось бы. И я не хочу показать генералу себя таким, как мне хотелось бы. Я... Я уже запутался. Я не знаю, какой я из них. Чтобы провести гурка, нужно больше, чем очки и оборки. Вы были бы лучше со шпагой в руке. Боюсь, генерал отнесется к этому подозрительно. Почему вы думаете, что он не будет подзаривать Фанта? Франт дурак. А дурака спасет то, что невозможно для других. Никто всерьез не воспринимает дурака. Никто вас не спасет, если гурка узнает, что вы хотите помочь Нюхофу. Дорогой лейтенант, я вполне могу убедить генерала, что графа Монте-Кристо не интересует скользкая темница. Но... Пора в карету. Я опаздываю на эту встречу. На четыре дня, если быть точным. Ваша карета ждет? Граф Монте-Кристо, ваше сельство. Монте-Кристо, да. Решил все-таки приехать. На три дня позже назначенные даты. Будь я принцем, эти банкиры наперегонки кинулись бы дать мне все, что я хочу. Мне не нужны его деньги, чтобы создать свою армию. Я научу его сельство графа Монте-Кристо быть точным. Скажите охране, чтобы привели его. Послушаем, как очередной банкир предлагает нам отговорки вместо денег. Прошу вас. Граф Монте-Кристо, добро пожаловать в Лехтенбург. Ваше сиятельство. Спасибо. Извините, задержался. Моя слабость. Один раз я две недели застаю ждать шаха Персии. Наконец, я лицом к лицу с великим Горко Лэнноном. Я бы не назвал себя великим. Естественно, нет. Это привилегия ваших поклонников. Говорят, что кот может смотреть на короля. Значит, и скромный банкир может посмотреть на героя. Вам не претит? Мое любопытство. Ну что вы, прошу садиться. Если бы вы знали, как я обожаю людей, дело, амбициозных, добившихся всего своими силами, которые берут жизнь крепко в руки, гнут ее по своей воле. Мой отец был такой, знаете ли? Да, знаю. Замечательный был человек. Да, наверное. Но мне надоело слушать, как его превозносят. Поймите меня правильно. Я любил его и все такое, но я не прощу его. Правда? Почему? Если бы только он передал мне хоть немного своего характера вместо своих денег, я тоже мог бы стать человеком дела. Но я не такой. Вот так. Да, но люди – дело без сил и без поддержки влетних банкиров. Наверняка вам лестно осознавать, что ваша подпись более могущественна, чем моя шпага. Не правда ли? Конечно. Но я терпеть не могу этот бизнес. Вот сейчас, например, я был вынужден уехать из Парижа в разгар светского сезона. Если бы не мой сильнейший интерес к вам, я был бы очень раздосадован, но тем не менее я здесь. Ну, приступим к делу. Вы просили ссуду у моего банковского дома. Да. 20 миллионов франков. 25. Это все? Мне казалось больше. Но я… Ну, мы обсудим это позже. Конечно, я уже и сейчас могу сказать вам да или нет, но это будет плохим видением дела. Меня учили держать клиента в напряжении, в подвешенном состоянии. Так что вам… грязный бизнес, не так ли? Я спешу. Я хочу, чтобы вы были полностью уверены, что ваше ссудо будет обеспечено, и я заверяю вас в этом. Нет, 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 не пытайтесь добиться моего решения. Я его уже принял. Но вы должны помучиться. Я думаю, пока вы здесь, вы будете моим гостем в дворце. Вы так заботливы? Да, с удовольствием. Полковник Зиммерман, пошлите за лейтенантом-донором. Да. Мне сказали, что в Лихтенбурге я обязательно должен увидеть две вещи, если смогу их вспомнить. Ах, да. Вашу чудесную природу и великую герцогиню Зону. Говорят, она красива? С удовольствием представлю вам ее. Возможно, сегодня вечером. Мы ужинаем в 8.30. Прекрасно, прекрасно. Лейтенант-донор, это мой гость граф Монте-Кристо. Разместите его во дворце и сделайте все для его удобства. Спасибо, генерал. До встречи в 8.30. Он дурак, Зиммерман, но богатый. Если будем вести себя с ним аккуратно, получим все. Зона, перестань вертеться. Я делаю пятую попытку одеть тебя. Я хорошо выгляжу? Если ты имеешь в виду, заметил ли он, что ты 4 часа не могла сомкнуть глаз, то нет. Он говорил, что едет в Лихтенбург по делу, но я не думала, что он едет сюда. Не забывай, что ты великая герцогиня. Сегодня я впервые об этом забыла. Он может помочь нам. У графа Монте-Кристо должно быть влиятельные друзья. У фон Юхофа были влиятельные друзья. Он теперь будет ужинать в тюрьме. Возможно, в последний раз. Извини. Входите. Ужин подан, Ваше Высочество. Спасибо, Стат. Ваше Высочество, разрешите представить граф Монте-Кристо? Я рада приветствовать вас в Лихтенбурге. Ваше Высочество. Не могу передать вам какая-то честь для меня. Графиня фон Бронн, граф Монте-Кристо. Мой дорогой граф. Я рад. Очень рад. Не думала, что буду принимать здесь графа Монте-Кристо. Надеюсь, Ваше Высочество не сочтет меня дерзким. Это ужасно смешно, но... У меня есть чувство, что мы уже встречались. Может, потому что Ее Королевское Высочество напоминает мне даму, с которой я был знаком. Очень красивую даму. Конечно, она не была великой герцогиней Лихтенбурга. Нет. Ее звали Фаффендопф. Как? Ее действительно звали Фаффендопф. Мой дорогой Монте-Кристо. Вы мне кажетесь мужчиной, который не упустит красивую женщину даже с такой фамилией. Я делал все, что мог. Я был даже готов драться за внимание дамы. Я хорошо фехтую, но она исчезла из моей жизни. Приступим к ужину. Дорогой генерал, так приятно в эти беспокойные времена найти страну, где одна твердая рука диктует национальную политику. Вы знаете, Франция дошла до точки, когда даже трубочист считает себя равным королю. В Лихтенбурге моя политика держать трубочистов в руках. Трубочистов в трубах, вы хотели сказать. Отлично, дорогой генерал, отлично. Вы человек с юмором. Я понимаю, что вы в Лихтенбурге по делу. Нет, не совсем. Он слишком скромен. С трех часов ночи Лихтенбург будет должен на его сиятельству сумму в 25 миллионов франков. Напротив, я считаю себя в долгу перед вами. Мне выпала честь познакомиться с великим человеком, который столько делает для своей страны. Нельзя заслуги принести в денежную стоимость. Вы согласны, Ваше Высочество? Вы можете переходить к сигарам и порту. Я не курю. А мой доктор уверяет меня, что из-за портвейна у всех англичан подагра. Извините, у меня что-то болит голова. Боюсь, дамам обед не понравился. Правда? А мне все пришлось по вкусу. Докладываю, что в 10 часов произведена проверка караула. 10 часов? Извините. Что-то меня клонит ко сну. Наверное, из-за провинциальной атмосферы. После хорошего ужина сон будет крепкий. Понимаю. У вас, наверное, был тяжелый день. Спокойной ночи. Какой превосходный хозяин знает точный момент, когда сказать, Спокойной ночи. Займитесь его средством. Мы с Шульцем готовы. В 11. В 11. Отлично. У меня есть 15 минут и 30 секунд. Сюда. У меня в другую сторону. И мне не нужен помощник. Ваше высочество. Какой черпись? Свежий воздух – лучшее лекарство от головной боли. Вы легко меняете образ. Сначала я увидела вас в роли рыцаря. Сейчас вижу в роли Франта, льстящего самолюбия человека, которого ваше первое я должна презирать. Так где же ваше истинное лицо? Я бизнесмен. Банкир, точнее. Верю в то, что мои клиенты должны чувствовать превосходство надо мной. В печи вы заставили меня поверить, что вы настоящий джентльмен. Я даже хранила в памяти ваш поступок. Надеюсь, я добавил вам хороших воспоминаний. Дав генералу деньги, которые ему нужны, чтобы полностью уничтожить мою страну? Но суда базируется не на чувствах, а в материальном обеспечении. А что же он предложил вам? Закладную на весь Лихтенборг. Вы купили долю в его преступлениях против моего народа. Судя по тому, что я слышал о вашем отце, он вряд ли гордился бы тем, что его сын финансирует тирана и предателя. Но, должен вам сказать, я считаю вас самой важной частью моего обеспечения. Вы зря. Генерал не включает меня в обеспечение ссуды по той причине, что он предложил мне выйти за него замуж. Тоже по деловым соображениям. Знаете, когда вы сердитесь, вы еще красивые. Спокойной ночи. Ну, думаю, спокойной ночи, любимая. Таким образом, я, Гурка Ланнон, привожу в исполнение смертный приговор повешением названного барона фон Ньюхофа. И приказываю исполнить этот приговор в 12 часов ночи 10 мая. Сегодня? Вам есть что сказать? Да. Можете передать мое последнее слово генералу Ланнону. Скажите ему, что если он надеется похоронить лояльность зоне Лихтенбургской в моей могиле, она восстанет и уничтожит его. Охрана! Не стреляйте. Это лейтенант Доннер явился на службу, сэр. До конца жизни теперь я буду подозрительно смотреть на все камины. Но очень удобно. Мой отец и дед были офицерами охраны. Они рассказывали много интересного об этом дворце. Будем надеяться, Гурк об этом не знает. Готовы? Готовы, как и ужин. Лучше иметь хоть каплю надежды. Чувствую, я вас в тяну. Я сам влез. У нас один шанс из ста дойти до фон Ньюхофа, не говоря уже о спасении. Это очень хорошая ставка. Пошли. Туда? Пошли. Где Шульц? Делает обход. Присоединится. Эти ступеньки уже 50 лет как забыты. Будем надеяться, о них еще 50 лет не вспомнят. Шульц, через минуту часовой будет осматривать камеру. Встретимся внизу. Хорошо. Лучше мне пойти. Вас сразу узнают. Но вас тоже? Нет. Я решил создать еще один образ, который не знает генерал. И, надеюсь, никогда не узнает. Ну, в последний раз. И слава богу. Проблема этой работы в том, что мы столько же сидим в тюрьме, как и фон Ньюхоф. Да, но мы не будем висеть в петле. Ничего нового. Спит, как младенец. Я бы не спал, как младенец. Спал бы, если бы оказался на месте фон Ньюхофа. Пойду посмотрю на него. Да, спит. Ну что? У меня есть план. Если получится, уходим через башню. КОНЕЦ ФИЛЬМА Барон, не пугайтесь, но через минуту мы должны уйти. Вы кто, друг? Молодой человек, это безумие. Все, кто сидел в тюрьме, думали так же. Пошли, уходим. Возьмите пистолет, сэр. Сюда. Быстро. Они заперли дверь. Что-то случилось. Что это такое? Сюда. Сюда, сюда. Откройте. Там что-то случилось. Что там? Быстрее. Человек в маске увел фон Ньюхоффа. По старому коридору. Быстро. Это путь в вооружение. Там охрана. Сюда. Это тупик. Вот вам и хорошая ставка. Это глупо. Теперь на Ишафоте нас будет четверо. Мы на него еще не поднялись. А это что? Канализация. Идет прямо к реке. Это спасение. Не поднимается. Проджавело. Давайте попробуем. Еще раз. Стреляйте по замку. Я задержу их. Странулся. Шульц. Здесь никого нет. К тому времени, как они поймут, где мы, нас тут уже не будет. Сюда. Предатель. Объяснение этому не в сказках. Даже человек в маске не пройдет через эти стены. Смотрите. Отпечатки ног и пальцев прошли сквозь стены. Вы недоумки. Чучелы в униформе. Весь мир знает, что я считал фон Юхоффа особым пленником. Я держал его здесь под надзором, чтобы не допустить побега. А вы посмели унизить меня, позволив ему бежать. Человек, которого вы охраняли, должен был умереть в полночь. Вы двое умрете вместо него. Но, ваше съездство, мы не виновны. Все равно умрете. Тела одного предателя недостаточно, чтобы объяснить такой побег. Проследите за тем, чтобы мой приказ исполнили. Решетку поднимите. Позвольте мне пойти. Ваша жизнь может быть в опасности. Если фон Юхофф сбежит, не только моя жизнь будет в опасности. Туда. Ищешь крысу, лезь в канализацию. Барон! Поздравляем! Добро пожаловать! Мы так рады видеть вас. Ганс, Ганс, понаблюдай за канализацией. Посмотри, нет ли погони. Для нас это счастливый день. Мне трудно говорить. Потому что я не ожидал увидеть вас больше. Я не увидел бы, если бы не Монте-Кристо. Что доказывает, что когда справедливость попрана в одной стране, люди встанут на ее защиту в других странах. Потому что дух справедливости создает общее братство. Сегодня мы нанесли Гурка Ланану сильный удар. Не потому что вы освободили заключенного по имени Фон Юхофф, а потому что вы освободили человека, который был угрозой его амбициям. Но это еще не победа. Гурка Ланану не так легко победить. Он потерял одного заключенного. Но он держит другого, более важного. Зону Лихтенбургскую. Пока она не будет на свободе, мы ничего не добьемся. Нужна армия? Да, я знаю. Наша надежда по-прежнему французы. Луи Наполеон мой друг. Сегодня ночью я уезжаю в Париж. Мы поможем вам безопасно выехать из города. Здесь следы. Кладбище. Следы. Ведут к этой двери. Выбивайте. Факел. Обвинение против барона. Ложь. Барон Фан Ньюхов и я сожалеем, что не можем лично встретить вас, но вы будете чувствовать себя как дома в такой компании. Факел. Факел. Кто бы он ни был, этот факел опасен. И у него есть чувство юмора. Добрый день, вашего сочетов. Добрый день. Вы меня удивляете. Вы довольно ловкий для банкира. Но сюда забрался не банкир. Я просто не мог устоять перед балконом, красивой девушкой и импульсом. Интересно, можно ли сделать бизнес на освобождении птиц в клетке? Многие люди, кажущиеся свободными, на самом деле пленники. Но вы кажетесь свободным. Вовсе нет. Я стал пленником тогда, когда увидел вас у разбитой кареты. Вы ведь тоже пленница. Жаль. Вы великая герцогиня. В мире столько дорог, по которым можно проехать. Счастья, смеха. Всего, что у вас могло бы быть, не быть вы великой герцогиней. Кто бы дал мне все это? Я. Если бы действительно были зоны Фаффендопф, едущие в Париж, любовь могла бы встретить его кареты. Но любви практически невозможно пройти мимо часовых у дверей дворца. Но ему избраннику нетрудно было бы пройти мимо часовых. Для него не было бы необходимости заходить во дворец. Я сама бы вышла ему навстречу из дворца. К такому человеку, как факел. Что? Бандиту? Ряженому? Бандиту и ряженому, который рискует своей жизнью ради других. Такой человек осмелится взять любовь в свои руки и быть ее хозяином. Думаете, я не могу быть смелым? Не могу быть хозяином? Возможно, смелым в спорте. Хозяином денег. Я говорил о любви. Это вам напоминание, что я не зона Фаффендопф. Ваше высочество, приятного дня. Давай! Кто он такой? Волшебник, наверное. Как он освободил фон Ньюхов из тюрьмы? Даже Гурка Ланнен не смог потушить факел. Сегодня освобожден барон фон Ньюхов. Оскорбительно, не так ли? Наверное, этот факел ужасный тип. Вот бы схватить его. Так что же, не протяните руку и не схватите. Могли бы, знаете ли. Я вам не завидую. Столько проблем. Вечные переживания из-за фон Ньюхова, Луи Наполеона, а теперь еще и этот факел. Мне он кажется персонажем из комической оперы. Мой дорогой Кристо, в настоящий момент этот комический персонаж больше угрозы, чем французы. Я понимаю, насколько он реально опасен. Я бы использовал то же оружие, что и он против меня. Этот факел более полезен для фон Ньюхова, чем целая армия. За одну ночь он может стать героем, популярным лидером, за кем люди слепо пойдут следом. Тайна, храбрость. Вот чем люди восхищаются. Правда? Тогда вам надо поймать его. Если верить вам, этот факел очень грозный. Грозный? Он слишком умен, чтобы его могла поймать кучка тупых солдат. Но у меня есть свое оружие. У этого факела есть товарищи. Его друзья, заговорщики. Каждый из них продаст его душу за 25 тысяч крон. 25 тысяч крон за информацию о факеле. Разрешите? Чуть-чуть поближе, пожалуйста. Спасибо. Превосходно. Я бы удвоил награду. И сообщил бы, что этот парень просто чокнутый, у которого не больше мозгов, чем у меня. Два тупых. Я и он. Французский посол. Этот фон Ньюхов явно время даром не терял. Я ждал его. Впустите. Прошу извинить. Для меня государственные дела ужасно скучны. Еще более невыносимы, чем банковское дело. Его сиятельство, Маркиз Дашантон. Добрый день, ваше сиятельство. Прошу садиться. Инструкции правительства я могу выполнить и стоя. Генерал, меня уполномочили проинформировать вас, что мое правительство признает барона фон Ньюхова законным представителем правительства Лихтенборга. Правда? Или вы передадите ее Краевской высочеству Великую Грицогеню зону под защиту французского правительства, или она будет освобождена силой. Мой дорогой посол, я не настолько наивен. Для вас фон Ньюхов может быть до сих пор главой законного правительства Лихтенборга. Но у меня есть ее высочество, которое сама по себе правительство по девяти статьям закона. Хорошо. Я передам ваш ответ моему правительству. Могу я задать вопрос вашему сиятельству? Да. Конечно. Какое было бы отношение вашего правительства, если бы ее королевское высочество объявило о браке с неким генералом Ланнаном? Это невозможно. Вовсе нет. Если бы она думала, что ее народу грозит опасность вторжения русских, она бы все сделала, чтобы спасти его от такой судьбы. Вторжение русских? Конечно, ваше сиятельство должно понимать, что Россия, так же как и Франция, заинтересована в использовании Лихтенборга как буфера против Бисмарка. Я понимаю готовность вашего правительства поддержать фон Ньюхова против меня, но будь ли оно так же горячо поддерживать его против меня и России? Всего доброго. Французский посол только что вышел от Горко в ярости. Это из-за барона фон Ньюхова. Я знала, что что-то подобное произойдет, как только он освободился. Матильда, если бы мы что-нибудь могли сделать, чтобы помочь... Зона, подожди! Здесь записка. Чтобы помочь барону фон Ньюхову и своему народу, вы должны бежать. Ваше бегство спланировано. Будьте у ворот парка в платье крестьянки в 10 вечера и доверьтесь факелу. Факелу? Факелу. Может, это ловушка? Фальшивка? Нет. Я знаю, что нет. Войдите. Вы хотите видеть меня? Разве необычно для мужчины видеть женщину, которая заполняет его мысли? Извините меня. Можете выйти без извинений, графиня. Ваше высотчество никогда не видел вас такой красивой. Выглядите счастливее. Моя возможность стать счастливой сильно ограничена. Я не ожидала еще одного визита от вас. Считали меня человеком, которого легко обескуражить. Отказ заставляет меня быть настойчивее. Такой человек, как вы, станет принимать во внимание мои чувства? Поверьте, Зона, я желаю вашего счастья больше всего в мире. И вы доказываете это, держа меня здесь пленницей, вдали от моих друзей и моего народа? Такой человек, как вы, генерал, без колебаний пожертвует даже любимой женщиной ради своих амбиций. Разве это большая жертва разделить трон, жизнь с мужчиной, который любит вас? А вы можете жениться на женщине, которая презирает вас? Если бы она знала, как сильно я ее люблю, она бы не презирала меня. Моя судьба привела меня в этот дворец. И к вам. Я уже сказала вам, генерал, я не выйду за вас замуж ни из каких соображений. Цель моего визита – просить вас изменить это решение. В вашем голосе угроза? А если я откажусь? Пока это намек, ваше высочество. На что? Что я буду огорчен, если мне придется применить другой метод получения вашего согласия. У меня нет желания давить на вас слишком сильно. Я вернусь за ответом завтра в это же время. А пока надеюсь, что вам будет приятно узнать, что это будет самая длинная ночь в моей жизни. Матильда! Матильда! Что случилось? Что он хочет? Жениться на мне. Это прозвучало как требование. Что мне делать? Надо бежать. Но как? Кто нам поможет? Стат, ему можно доверять. Ты права. Позови его. Стат, я знаю, как барон фон Мьюхов доверял тебе. Ваше высочество. Он никогда не сомневался в твоей лояльности. Ваше высочество. Теперь я хочу, чтобы ты помог мне. Все, что скажете. Я доверяю тебе весь Лихтенбург. Факен? Нужно достать крестьянскую одежду для графини и для меня. Я понимаю, на какой риск ты идешь, но награда тоже будет большой. Ты сделаешь это для меня? С радостью, ваше высочество. Иди, поторопись. Я ищу себя, что оказал небольшую услугу вашему сиятству. Ты хорошо поработал, Стат. Я так же ищу себя, что я способен гораздо на большее. Продвижение по службе зависит от способностей. Именно. Я собираюсь доказать эту способность, сделав то, что даже ваше сиятство находило невозможным. Задержание факела. Что ты имеешь в виду? Ты знаешь, кто он? Нет. Но я знаю, где он будет в 10 часов сегодня. Ну так скажи. Я говорил ваше сиятство, что я амбициозный человек. И я уверен, что ваше сиятство согласится, что тот, кто сделал возможным арест факела, продемонстрировал свое право на большие возможности, не говоря уже о материальном вознаграждении. Ты прав, Стат. Что ты хочешь? Я считаю, что мог бы лучше служить вашему сиятству, но, скажем, в должности начальника секретной полиции. Я тебя недооценивал. Я восхищаюсь теми, кто знает, что хочет и знает, как это получить. Я думаю, что человек, который выследит факела, может быть шефом секретной полиции. Спасибо. Итак, факел встречается с ее кроевским высочным в 10 вечера. Он планирует для нее побег. Если вы поставите солдат у ворот сада рядом с флигелем слуг, вы поймаете не только факела, но и ее высочество. Откуда, знаешь, ваше сиятство забывает, что ее высочество доверяет мне полностью. Надеюсь, что еще буду вам полезен. Оставьте там солдат, но пусть идут тихо, пока факел не попадет в западню. Слушаюсь. Никогда не думал, что стат такой умный. Но здесь только ваша подпись. Напишите смертный приговор стату. Но я думал, если он требовал ее королевское высочество, то предаст и меня. Не исполняйте приказ до того, как мы поймаем факела. Субтитры создавал DimaTorzok Все готово. За воротами ждет крестьянская телега. Стоять! Отойдите. Бросьте шпагу. Попробуйте отнять ее. Подождите. Он мой. Ваше владение шпагой выдает джентльмена. Мой отец был лучшим фехтовальщиком Франции. Мой отец был лучшим фехтовальщиком Франции? Я вернусь. Монте-Кристо. За ним. Я сделаю так, чтобы факел был здесь, а он сбежал. Стат! Да, ваше высочество. Стат! Зиммерман, сопроводите ее высочество во дворец и приставьте к ней охрану. Она не должна никуда выходить. Отвечайте головой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Стоять! Субтитры сделал DimaTorzok Вошел не постучав? Да, я шпион Теперь понятно Чего ты хочешь, Стат? Знаете, как трудно человеку, который хотел иметь все, а неожиданно обнаружить, что он может иметь все, что хотел? Как вы считаете, сколько стоит ваша жизнь? Например, для генерала вы стоите 25 тысяч крон, живой или мертвый? Это мизерная цена? Для меня я стою больше Странно, как меняется наше чувство ценности До того, как я обнаружил, что вы факел, я думал, что 25 тысяч крон – это состояние Но теперь я понимаю, что эту сумму вы могли бы бросить нищему А я не нищий Ты очень умный человек, Стат Ты не мог бы мне рассказать, как ты узнал об этом? Я всегда пользовался доверием ее высочества Понимаю И, конечно, ты выдал ее генералу Скажем, я воспользовался своими возможностями Слегка нервничай Понимаю Я тоже пользуюсь своими возможностями Я просто поверить не могу Монте-Кристо факел А я думала, что он молодой идиот, у которого больше денег, чем мозгов Я его хуже называла А все это время его жизнь была в опасности Матильда, что он, наверное, обо мне думает? Что ты самая лучшая на свете? Спокойной ночи, дорогая Что, Зиммерман? Тело Стата было найдено там, где мы сражались с факелом вчера вечером С 30-ю серебряными кронами в руке и этим на шее Опять факел Стат совершил ошибку, пытаясь погасить факел Ланнон может сделать вывод из его ошибки Теперь нам не надо избавляться от амбициозного мистера Стата Можно? Конечно Спасибо Удивительный человек этот факел Не только мрачное чувство юмора, но и прекрасное владение шпагой Генерал, я приехал в Литтенбург в качестве банкира, а не для того, чтобы принимать участие в Бали-Маскараде Этот факел испортит весь мой светский сезон Поймайте его, чтобы я мог вернуться в Париж Все-таки это ваша работа Мы его поймаем Скоро Поймаем мы его или нет? Сейчас неважно Нет? Я думал, что он проблема? Да Был Но скоро фон Ньюхов, Франция и факел потеряют возможность вмешиваться в мои дела Русский посол, ваше съедство Пригласите князя Павлова и проследите, чтобы нам не мешали Ваше съедство Мой дорогой князь Я ждал вас Граф Монте-Кристо, князь Павлов Приятно Значит, это вы, молодой человек, с деньгами Не со всеми Я пригласил сюда Монте-Кристо, чтобы он был свидетелем под описание нашего исторического договора Ведь у него есть большой интерес к делам в Лихтенбурге Стоимостью в 25 миллионов франков Думаю, здесь отражены все пункты нашего соглашения, ваше съедство Да Да Все готово для подписи Мой дорогой князь Спасибо Это соглашение обязывает Россию посадить меня на трон Лихтенбурга И поддерживать меня силой, если необходимо Теперь вы понимаете, почему будущая активность факела будет сведена к комическому геройству Король Гурка первый Невероятно Будет лучше, если этот договор будет храниться в сейфе посольства Это больше, чем договор Это почти что объявление о моей помолвке с зоной Лихтенбургской Вы будете очаровательной парой Спасибо Ваше съедство Мой дорогой граф А теперь, извините меня, дорогой Монте-Кристо, у меня в этот час очень важная встреча Думаю, вы не вернетесь в Париж раньше моей свадьбы Да, ваша свадьба Я ни за что и не пропущу Генерал все еще за дверью Он уже 10 минут ждет, ты не забыла? Моя дорогая Он пришел за ответом Я пойду Вы знаете, зачем я здесь Мой ответ не изменился То, что вы просите, невозможно Я говорил, что, с сожалению, буду должен прибегнуть к другому методу получения согласия Российское правительство обеспечит мир и порядок вооруженными силами У российского посла хранится вторая копия Вы хотите сказать, что предали народ Лихтенбурга? Превратили страну в русскую провинцию? Даже вы не могли бы этого сделать? Я мечтал стать королем И о том, что рядом будете сидеть вы Вы забываете, зона, что я человек, который осмеливается осуществить свои мечты Если бы народ узнал, что вы подписали такое соглашение, они ворвались бы во дворец и казнили вас Сила дипломатии в том, чтобы народ узнавал правду, когда уже будет поздно Я знаю, как горячо вы любите свой народ Как озабочены его благосостоянием Зона, выходите за меня, разделите мою звезду С ней мы поднимемся на любые высоты и наделим наших детей ее величием Вы правы, я забочусь о своем народе Вы сделали для меня невозможным спасти его Но я родилась их королевой Я должна остаться их королевой Не важно, какой ценой Вы согласны? Я не могу оставить свою страну, когда она нуждается в защите, которую я могу ей дать Мне ничего не остается, как выйти за вас замуж Зона Вы грабитель, друг мой Меня не интересует ваш кошелек, князь Павлов Я здесь ради своего хобби Маска и плащ Опасное хобби, должен сказать Собираю автографы определенных людей Например, ваши и генерала Леннона Думаете, я ношу в кармане ручку и бумагу? Ну, автограф, который мне нужен, на документе, который вы везете, рядом с вашим сердцем Извините Глупец, ты ответишь за это Глупец, ты ответишь за это Эдмонд, я открыла личность факела Вы никогда не узнаете, что я чувствую, потому что я никогда вас больше не увижу Но я никогда не смогу Сказать вам Эдмонд? Как вы узнали? Расскажите Но вы же сами мне сказали, когда дрались из-за меня у ворот Как? Конечно Я использовал тот же трюк против горка, как и в печи Я должна была узнать вас Не хотел, чтобы вы знали Я помню все те ужасные вещи, которые я вам говорила А в это время вы всем рисковали ради меня Но даже когда я их говорила, я себя за это ненавидела Вы сможете меня простить? Я помню только эти слова Факелу не придется проходить через часовых у ворот Вы сами выйдете навстречу из дворца Это все еще правда? Это всегда было правдой С первого дня в печи Так почему вы пишете, что больше меня не увидите? Потому что даже факел мне теперь не поможет Я не смогу смотреть на вас после того, как вы узнаете, что я должна выйти замуж за генерала Ланана Вам не нужно выходить замуж Это я пришел вам сказать Я видела это Поэтому я должна выйти за него Нет, вы видели копию Эту я украл у Павлова Завтра мир узнает, что горка предатель Вас не отдадут в жертву этому человеку Я уже устал лазить в окна и по трубам Я с облегчением буду опять входить через обычные двери Было бы гораздо проще, если бы вы были зоной Фаффендопф Девушкой Едущей в Париж Эдмонд Помните, там на балконе я дала вам пощечину Здесь мне вполне безопасно Я должен вернуться в конту, пока горка не начал меня искать Наверное, не нужно было сюда приходить, но я должен был сказать вам Предупреждаю вас, генерал Мое правительство потребует удовлетворения за нападение на посла Если об этом соглашении станет известно преждевременно Я объявлю его фальшивкой Этот документ так же важен для меня, как и для вас, Павлов В руках моих врагов он меня уничтожит Факел Гений Он всегда попадает в жизненно важную точку Мы были дураками, Зиммерман Мы не там искали факела Он здесь, во дворце И я могу это доказать простым размышлением Четыре человека в этом мире знали о существовании договора Трое из них здесь, в этой комнате Другой, Монте-Кристо Это тот дурак? Нет Очень умный молодой человек В чьих интересах работал Факел? Зоны? Значит, Зона должна знать, кто он В России можно арестовать и по меньшим подозрениям Нельзя арестовывать Монте-Кристо по подозрениям, граф Павлов Нужны доказательства Я думаю, что я знаю, как получить их Не хотите ли поучаствовать вместе со мной в психологическом опыте? Передайте мое почтение ее высочеству и попросите ее прийти сюда на минуту Попросите ее высочеству прийти сюда Думаю, она будет рада прийти Намекните, что это касается Факела Ее высочество? Не понимаю, почему вы пригласили меня Хотел подготовить ваше высочество к шоку Я знаю, какой сильный у вас должен быть интерес к человеку Который рисковал жизнью ради службы вам Службы? Некоторое время назад Факел отобрал у князя Павлова его экземпляр соглашения Но не обошлось без борьбы Во время которой Факел потерял одну деталь С помощью которой его задержание будет неизбежным Мои люди уже сейчас окружают его Зачем вы это говорите мне? Чтобы смягчить удар Когда вы узнаете, что он пойман и приговорен Его деятельность вынуждает меня сделать его примером для всех остальных Вы его повесите? Что я еще могу сделать? Это все, что вы хотели мне сказать, генерал? Все С каких это пор казнь одного человека стала так заботить вас? В России я бы уже давно по мордасам ей надавал Ее не интересует Факел Ваш эксперимент был не очень успешным Вы должны быть терпеливым, граф Павлов Это только начало моего эксперимента Войдите Зона Уходите отсюда Генерал с людьми идут арестовывать вас Как-то узнал В борьбе с Павловым ты что-то оставил Не было никакой борьбы Но ты... Зачем же он мне сказал? Он использовал меня, чтобы поймать тебя Они идут за мной Уходи Они опоздают К утру его договор с Павловым будет известен Он будет рад, если сам спасется Но ему не нужно ждать до утра, чтобы тебя уничтожить Пожалуйста, уходи ради меня Хорошо Я ухожу, но я вернусь Он велел арестовать Монте-Кристо, но не Факела Раньше Монте-Кристо защищал Факел Сейчас Факел будет защищать Монте-Кристо Если бы это только была зона Фаффендов Я боюсь Я чувствую, что мы больше никогда не увидим друг друга На одно мгновение Позволь мне побыть в зоне Фаффендов Охрана Стой Арестуйте графа Монте-Кристо Охрана Стой Идите в этом направлении И арестуйте графа Монте-Кристо Везде охрана, как ты собираешься бежать? Через камин Те, кто строил дворец, были выдумщиками Любишь меня? Больше всего на свете Помни об этом, пока я не вернусь Я бы попросил вас задержаться Шпагу положите В камере будет не так приятно, как в этих апартаментах Но ненадолго Мне жаль вас разочаровывать Арестовать его Кристо Мне кажется, мне придется все-таки принять ваше гостеприимство. Будьте добры, договор, который вы украли у Павлова. Раз уж вы так заинтересованы в нем, хочу, чтобы вы видели, как он вернулся к своему законному обладателю. Как я и раньше говорил, будет спокойнее, когда он окажется в сейфе посольства. Временами слепая лояльность опасна. Ваш друг, лейтенант Донор, например, пытался предупредить вас, что мы идем за вами. Впервые я позволил чувствам возобладать над долгом. Но не мог видеть, как они заберут вас. Там, где вы будете, он составит вам компанию. Уведите. Стройся. Шагом. Марш. Да будет известно, что ее высочество, великая герцогиня Лехтенбургская и его сиядство генерал Бурка Ланнен будут соединены святыми узами брака. Теперь я понимаю, что чувствовал мой отец. Двадцать лет в камере. Уверен, мы освободимся. Не волнуйся, твое желание исполнится. Гурка Ланнен очень любезен. Факел, да? Держите, ваше сиядство. Вам любовное письмо. Ответ подождать? Это приглашение на свадьбу. Если встанете на цыпчике, сможете увидеть дворец Сашафота. Герцогиня Лехтенбургская имеет честь пригласить вас на бракосочетание с его сиядством генералом Гурка Ланненом. Я уже передал ваши извинения ее королевскому высочеству. Гурка Ланнен. Как я и раньше не замечал, что у Гурка Ланнена все-таки есть чувство юмора. Оно прекрасно, так же, как ты сама. Прекрасная невеста, которую видел Лехтенбург. Не надо, прошу тебя. Извини, я говорю глупости. Послушай, должен быть какой-то способ. Как я могу войти на алтарь в тот же миг, как он поднимется на эшафот? Может, если я попрошу генерала, он его спасет? Ты не сможешь этого сделать. Я могу сделать все для него. Так же, как он был готов сделать все для меня. Толпа ждет появления ее высочества и вашего сиячества. Когда придет время? Войдите. Ее высочество. Можете идти, полковник. Зона, вы прекрасны. Но разве вы не знаете, что это плохая примета, если жених видит невесту в подвенечном платье до того, как они встанут перед алтарем? Хотя это было бы плохой приметой, если бы я верил в приметы. Они ждут нас. Генерал, я знаю, что у вас нет милосердия, но я должна вас об этом попросить. Вы уже осуществили все свои мечты. Ваша звезда светит высоко в небесах. У вас есть то, что вы хотели. Да, у меня есть все, что я хотел. И у меня есть кое-что для вас. Свадебный подарок. Надеюсь, он сделает вас счастливой. У вас есть власть подарить мне то, что сделает меня очень счастливой. Жизнь Монте-Кристо. Его свобода. Пожалуйста, отправьте его обратно во Францию. Он уже не может ничего вам сделать. Может. Не как Файкл, а как человек, который держал вас в объятиях и целовал. Если он будет жив, я буду об этом помнить каждый раз, когда буду смотреть на вас. Пойдем? Жители Лихтенбурга. Ее высочество и я благодарим вас за это проявление вашей лояльности, любви и счастья за наш брак. Ее высочество не может говорить с вами из-за глубины ее эмоций. Но я уверен, что она присоединится к моим словам, что это самый счастливый день в ее жизни. Это самый счастливый день в моей жизни. Твоя карта бита. Кажется, все готово. В Лихтенбург стоило приехать хотя бы ради знакомства с тобой, если бы не было другой причины. Я рад, что буду с тобой. До конца. Стой, кто идет! Новые заключенные! Выходи! Стой, ца! Шагом, марш! Идите в тюрьму! Барон Фанюхов! Разоружите их. Ты нам нужен. С ключами. Остальных связать. Назад. Эдмон! Эдмон! Сюда! Открывай! Барон Фанюхов! Отойди. Ты же не думал, что мы будем смотреть, как ты умираешь? Все готово. Возвращайся во Францию. И я поеду на свадьбу. Эдмон, предоставь это нам. Мы благодарны тебе. Ты сделал все, что только можно сделать. Теперь эта борьба наша. Нет. Пока я не вытащу копию этого договора из сейфа Павлова. Уже поздно. Как только Гурка женится на зоне, он станет соправителем Лихтенбурга с полномочиями короля. Даже если у нас будет доказательства, не будет времени его использовать. Дворец окружен войсками. Подождите. Я думаю, его можно использовать даже не сражаясь с войсками. Мы им преподнесем сюрприз. Ганс, можешь быстро сделать сотню копий? Да. Как быстро? Может, часа через два, может, час. Слишком долго. Полчаса. Попробую. Приступай. Эдмон, безумие? Конечно, мы все безумные, поэтому мы стоим тысячи обычных человек. Хорошо сказано. Российское посольство. Это возмутительно. Я секретарь его высочества, князя Павлова. Посла его императорского величества. Как раз тот, кого мы искали. Откройте сейф. Отказываюсь. Открывайте. Хорошо. Но предупреждаю. Буду протестовать. Напишите протест после нашего ухода. Вся страна отблагодарит тебя, Макс, за эти костюмы. Если эти свадебные колокола сделают гурка кролем Лихтенбурга, никто не будет много говорить. Вот они. Монте-Кристо. Отлично. Потрясающе выглядишь. Спасибо. Где Ганс? Его еще нет. Что? Ганс, мы тебя ждем. Получилось. Но пресса уже не будет прежним никогда. Я знал, что у тебя получится. Раздайте всем. Вы все должны держаться так, будто вас действительно пригласили. Держитесь достойно, как и подобает случаю. Как только окажетесь во дворце, смешайтесь с гостями. Но займите такое положение, где сможете наблюдать за каждой дверью, окном и солдатом в зале. И ждите меня. Мы-то пройдем во дворец. Но как туда пройдешь ты? Они тебя застрелят, как только увидят. Я знаю. Нам придется поймать охрану за пределами дворца. Что, втроем? Мы все согласны. Свадьбу надо остановить. Остановим. Дайте мне оружие. Дайте оружие. Что такое? Мне очень жаль, барон. Я не хочу обижать графа Бобровского, но у меня приказано никого не пропускать без приглашения. В этом случае мы оба уйдем. Но, барон, вас пригласили, и вы должны принять участие. Извините. Приглашение, господа. Я просил мой экипаж вернуться в одиннадцать. Как вы думаете, церемония закончится? Я уверен, что да. Спасибо. Приглашение. Надеюсь, получится. Должно. Ее высочество – Зона. Великая герцогиня Лехтенбургская. Зона. Должно. Имеешь ли ты зону искреннее желание и твердое намерение взять в мужья Гурка, которого видишь здесь перед собой? Да, Ваше Преосвященство. Не связана ли ты обещанием с другим? Не связана, Ваше Преосвященство. Мы упустили этого факела, а за его голову дают 25 тысяч крон. Не думай о голове, думай о своей шее, на висельце, которую построили для него. Я свободен. Помоги мне. Сам помоги. Я бегу в дворец. Может, еще успею. Венчается раб Божий Гурка, рабе Божией зоне. Если Кристо не будет здесь через минуту, в Лихтенбурге появится новый король. Венчается раба Божия зона, рабу Божьему Гурка. Я не собираюсь смотреть, как моя королева выходит замуж за этого... Дурак. Все испортишь. Пропустите. Монте-Кристо сбежал. За его голову дают 50 тысяч крон. Зачем ты мне это говоришь? Мне не повезет. Он сюда не придет. Почему нет? У меня есть приглашение на свадьбу от самого генерала Ланнана. Привет, теремщик. Вот он. Факел. Он в безопасности. Ломайте замок. Пройдем во дворец через камин в комнате Монте-Кристо. И встретимся с ним на балконе. Есть ли среди вас те, кто знает, почему эти рабы Божьи не могут быть обвенчаны? Пусть скажут это сейчас или молчат навеки. Предлагаю генералу ответить на этот вопрос. Факел? Да, Факел. Не человек в маске и плаще, а символ нашей свободы. Сын человека, который посвятил свою жизнь борьбе с несправедливостью и преследованиями. Граф Монте-Кристо. Меня не нужно представлять генералу. Мы друзья. Арестуйте их. Оставайтесь на местах. С огромным удовольствием сообщаю вам, что ваша охрана арестована, а вы подчиняетесь мне. Дворец полностью окружен. Горко Ланнен, я арестовываю вас от имени народа Лихтенбурга за государственную измену, наказание за которое – смертная казнь. Закрыть все двери в этом зале. Закройте дверь. Если кто двинется, трон Лихтенбурга опустеет. Продолжайте церемонию. Через минуту, барон фон Юхов, вы будете предъявлять обвинение королю. Ну, продолжайте. Что, слова забыли? Повторяй за мной. Я Горко. Я Горко. Вверяю свою жизнь и любовь в зоне. Вверяю свою жизнь и любовь в зоне. Обещаю любить ее и заботиться о ней, пока смерть не разлучит нас. Обещаю любить ее и заботиться о ней, пока смерть не разлучит нас. Повторяй за мной. Я Зона. Я Зона. Вверяю свою жизнь и любовь, Горко. Я Горко. Вверяю свою жизнь и любовь, Горко. Обещаю любить его и заботиться о нем, пока смерть не разлучит нас. Обещаю любить его и заботиться о нем, пока смерть не разлучит нас. Твою правую руку. Твою правую руку, Зона. Этим кольцом беру тебя в жены. Этим кольцом беру тебя в жены. Не стреляйте. Это моя привилегия. Убегайте отсюда, генерал. Чувствую падение. Ваше будет таким же зрелищным, как и взлет. Эдмонд. Помнишь, я сказал, что вернусь? Да здравствует Зона Лихтенбургская. Да здравствует ее высочество. Теперь это по-настоящему самый счастливый день моей жизни. Да здравствует граф Монте-Кристо. Да здравствует Монте-Кристо. Да здравствует Монте-Кристо. Продолжение следует... Продолжение следует...